Смотрите, чтобы стиральная машина сделала белье чистым, ей нужно средство для стирки, порошок или гель. Что лучше, решаем мы. И тем и другим средствам она сделает белье чистым. Если можно так сказать, мы кормим машинку в зависимости от целей. У одних это сэкономить, другие приобретут с десяток разновидностей для белого, цветного, черного, для нижнего белья, детских вещей, шерсти и так далее. Третьи будут заботиться и добавлять смягчитель для воды и регулярно очищать барабан. Согласитесь, напоминает питание и наше отношение к нему. У кого-то главный принцип – это дешево и сытно. А если добавить рационально, то получится подход к еде, которому я учу на курсе нутрициологика. У других дешево, сытно, но абсолютно не про здоровье. Третьи признают только экзотические, дорогущие продукты и тщательно читают составы производителя. Наш организм, как стиральная машина. Чем его накормишь, на том он и будет стирать. Но какой бы ни была еда по качеству или стоимости, главная ее цель – давать нам энергию. А энергию мы получаем только из глюкозы и жиров. Это видео об альтернативной энергии для человека, о жизни на жирах. И сегодня вы узнаете, что такое кетодиета, почему она так популярна, плюсы и минусы, последние исследования и их результаты. Кстати, на кетодиете я похудела до нижних границ своей весовой нормы. Стала активнее работать и быстрее бегать. Но почему я больше к ней никогда не вернусь и редко использую ее в работе? Рассказала об этом в отдельном видео. Оно уже есть на моем канале. Ссылку прикрепляю под видео. Я бы лучше послушала о таком от других, чем испытать это на себе. Ставьте лайк, и я буду знать, что вам интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Привет, YouTube! Я Светлана Никичук, нутрициолог, фитнес-тренер, коуч. Итак, чтобы перейти на кетодиету или сказать, мне она не подходит, нужно знать ее основные моменты. Слушайте внимательно. Почему на жирных продуктах и высоком колораже организм стремительно худеет? И кому такое жирненькое изобилие точно не подойдет? Что такое кетодиета? Кетодиета – это низкоуглеводная программа питания с высокой жировой составляющей. Белки при этом держат в норме. Но не более того. Почему так важно не перебирать с белком? Да потому что при дефиците углеводов на кетодиете организм добудет глюкозу из белка. Мясо, яиц, творога. И тогда главный принцип низкоуглеводности нарушается. И, собственно, минуса на весах не ждите. Кетодиета кардинально отличается от любой другой диеты, так и от обычного питания. Тем, что топливом или энергией здесь служат жиры. И это совершенно непривычно для нашего организма, но возможно, как запасной вариант. Углеводы же, на которых живете вы, я, прямо сейчас, и даже не задумываемся об этом, более привычно для нас. Вот, смотрите, бутерброд с колбасой. Едите такой. А знаете ли вы, чего в нем больше всего? Углеводов. Конечно, причем быстрых. Мы получаем энергию с углеводами, которые расщепляются до глюкозы. А в данном случае, съев такой бутерброд желудочно-кишечному тракту, не нужно прикладывать много усилий, чтобы получить глюкозу. Белый хлеб из муки высшего сорта. Это экстракт быстрых углеводов. Колбаска. Надеюсь, не удивлю, состоит из крахмала, сахара и других порошковых составляющих пищевой промышленности, которые также быстро дают энергию. А что плохого в быстро? Человек же не голоден, ему нужны силы. Но именно в этом и проблема. Пара бутербродов, чай, кофе и дальше работать сидя. Или за рулем, или телевизор смотреть. Хотя нет, сейчас актуален телефон. Порция пересоленных углеводов с глутаматом натрия и голода нет. Сахара в крови много. У поджелудочной железы аврал. Надо выработать адекватное количество инсулина, чтобы всю глюкозу куда-то деть, чтобы снизить сахар. Он несет ее к клеткам, которым нужна энергия. Дышать, обновляться, делиться и так далее. Но они говорят, стоп, не надо, мы еще прошлую энергию не израсходовали. Что делать инсулину? Двигаться дальше. Внутренние органы, мышцы и там ему говорят, слушай, у нас под завязку, нам не надо. Остается только одно место, в котором инсулину никогда не откажут. И примут столько глюкозы, сколько он принесет. Подкожно-жировая клетчатка. Сахара принимает все излишки глюкозы. Поджелудочная успокаивается, уровень сахара снижается, больше инсулина не нужно. Казалось бы, все отлично. Но здесь новая проблема. Уровень сахара и инсулина слишком низкий. Как резко взлетает на быстрых углеводах, так и резко падает, причем в отрицательный баланс. Что при этом чувствуем мы? Пора бы чайку, может кофейку, хочу шаурму, шоколадку. Мы снова голодны, хотя мало двигались. Продолжаем работать сидя и по много часов. Столько энергии нам не нужно, а излиши глюкозы инсулина отнесет туда, где ему не откажут. Так незаметно день за днем и происходит процесс расти попа. Но обратить этот процесс возможно. Спортом, коррекцией питания и современной косметологией. Когда вы решаете худеть, ваши усилия направлены на то, чтобы запустить липолиз. Не пугайтесь, все очень просто. Липолиз – это истончение жировой прослойки, сжигание жира и уменьшение жировых запасов. Косметологи предлагают липолиз без подсчета калорий и спорта. Инъекционный, лазерный, радиоволновой, криолиполиз – воздействием низких температур. Но по сути все сходится к одному. Разбить содержимое жировой клетки на глицерин и жирные кислоты. Вывести их из жировой клетки гораздо сложнее, чем туда поместить. Что уж говорить, лень – наша вторая натура. Мы хотим месяцами, годами себе ни в чем не отказывать, а потом за месяц быстро похудеть. Поэтому ищем быстрые способы. Один из таких – косметологические процедуры. Но если не изменить питание и активность, то все без исключения методы будут краткосрочные. Вес будет возвращаться снова и снова. А у вас сформируется устойчивое мнение, что вы делаете все возможное, но это бесполезно. Поэтому лучше себе ни в чем не отказывать и смириться. В таком случае походы к косметологу будут частыми, а результаты – короткими. И стоимость таких процедур не бюджетная. Есть ли смысл решать только вам? Другой способ – уменьшить жировую клетку и, следовательно, похудеть. Это кето-диета. Мы можем жить с минимальным содержанием углеводов в пище. Энергию организм получает из жиров из пищи, а также из собственных жировых запасов. Сразу скажу, что жиры, как альтернативный вид энергии, подойдут не всем. Существуют действительно большие противопоказания. Эта энергия резервная. Извлечь ее из жиров – непростой способ для организма. Он требует много энергозатрат и особое условие – минимальное количество углеводов. Но, с другой стороны, одна молекула жирных кислот дает в 3,5 раза больше энергии, чем молекула глюкозы. Такой, знаете, план B организма, чтобы выжить. В жизни может произойти ситуация, когда еды нет. И, следовательно, углеводной энергии тоже. Это может длиться 10 часов, сутки, несколько дней. Наше тело продумано до мелочей. И на все есть скрытые резервы, иначе мы бы просто не выжили как вид. Человек может выжить без еды до 2 месяцев, но при наличии воды, конечно. Цифра приблизительная и зависит от здоровья пола и, собственно, запаса жира жировых депо. В таких ситуациях запускается процесс под названием кетоз, когда обмен веществ перестраивается таким образом, чтобы внутренние органы, мышечная ткань и головной мозг получал энергию из жировых накоплений. Голод – это не про здоровье. А кето-диета позволяет запустить тот же кетоз, сводя риски к минимуму. При грамотном использовании, конечно. Частые перекусы, чаек, кофе стимулируют выработку инсулина и мешают снижению веса. А фермент липаза, наоборот, разбивает 3 глицериды, жиры, на жирные кислоты и глицерин. Глицерин используется сразу как источник энергии, потому что он водорастворим. В то время, как жирные кислоты не могут раствориться в крови, им нужно окисление, бета-окисление жирных кислот. Определенный белок прикрепляется к жирным кислотам и транспортирует их. То есть, через бета-окисление жирные кислоты также участвуют в липолизе. А липолиз, как вы уже знаете, это и есть жиросжигание. И главное, на все эти превращения расходуется много энергии, в том числе из жировых запасов. Что нам, в принципе, и нужно. Есть небольшое «но». Наш головной мозг не может получать энергию из жирных кислот. Они просто не проходят через гематоэнцеполический барьер. Но если это будут кетоновые тела, ацетоацетат, ацетон, бета-гидробутират, которые образуются в печени из жира собственного и поступающего с пищей. В таком виде энергия гораздо мощнее углеводной. И она способна проникать даже через гематоэнцеполический барьер. Не заметить и не почувствовать это просто невозможно. Поверьте, я испытала это на себе. Работоспособность, быстрое восстановление, короткого сна достаточно, чтобы выспаться. Все делаете легче и быстрее. Голода нет, аппетита тоже. На кето-диете организм получает еду с высоким содержанием жиров и умеренным количеством белков. Углеводов нужно крайне мало. Рацион на кето-диете это Мясо, рыба, говядина, свинина, баранина, птица, морепродукты, яйца, молочные продукты с высоким содержанием жира, твердые сыры, сливки, сливочное масло, сметана, творог, низкоуглеводные овощи, зеленые овощи, помидоры, лук, перец, зелень, шпинат, капуста, укроп, петрушка, рукола, все, что не содержит крахмал. Растительные жиры, любые растительные масла, в том числе кокосовое, оливковое, льняное и другие. Авокадо, орехи и семена. Все эти продукты богаты жирными кислотами, из которых образуются кетоновые тела. Никаких каш, картофеля, сладостей, хлеба и булочек, фруктов, обезжиренных продуктов, соусов и, конечно, алкоголь недопустим. Кето-диета не дешевая, согласитесь, в печени увеличивается ацетил-КОА, и когда глюкозы мало, ацетил-КОА превращается в кето-тело, аналог глюкозы. Поэтому так важно ограничить в питании углеводы, которые превращаются в глюкозу и не дают печени вырабатывать столько кето-тел, а значит, и липолиза не будет. Особенность кето-диеты в том, что жиры в печени становятся кетонами, которые запускают кетос в организме. Весь смысл кето-диеты – перевести организм в состояние хорошего кетоза. Чуть дальше расскажу о плохом кетозе. Почему кето-диета в тренде? Все, что вы слышали о кето-диете, наверняка было, что можно есть жирное, большими порциями, аппетита нет и при этом худеешь. Звучит, как мечта человека, который хочет похудеть, но любит много есть. Изначально о кето-диете узнали как о помогающей при эпилепсии. Заметили, что при уменьшении углеводов в рационе у пациентов снижается частота припадков и хорошо снижается вес. Шло время, ее популярность то набирала обороты, то сбавляла. Но то, что она действительно улучшала качество жизни страдающих эпилепсией, действительно было доказано. Абсурдность в том, что даже сегодня нет качественных и полных исследований об этой диете и ее безопасности. Но что может помешать моде? Кето-диета сейчас в тренде. Еще бы, ведь она сытная, а результаты быстрые. В тренде красивая, дорогая, монохромная еда – авокадо с растекающимся желтком и красной рыбой на завтрак. Смачный кусок мяса на обед. Эту эстетичную картинку дарит кето-диета, которую можно выкладывать в соцсети вместе со своим встроенным телом. И да, плюсов кето-диеты достаточно. Аппетит снижается. Многие подключают кето-протоколы интервального голодания 16 на 8, когда 8 часов ешь, а 16 голодаешь. С жирными продуктами промежуток в 16 часов легче выдержать. Меньше приемов пищи, а значит меньше раз вырабатывается инсулин. Уровень сахара в крови нормализуется. Работоспособность вырастает в разы. Меньше устаете и бонус – прекрасное настроение. А теперь минусы. Первые 2-3 дня вы немного потеряете мышечной массы, а только потом начнет истончаться жировой слой. Если не знать меру, организм начнет вырабатывать слишком много кетонов. Это состояние называется кетоацидоз. Тот самый плохой кетос, о котором обещала рассказать. В чем опасность кетоацидоза? Когда в крови преобладает ацетон, это очень опасное состояние для организма, потому что теряется щелочной баланс. Частая мочеиспускание и жажда. То есть организм может находиться в кетозе, но переход в кетоацидоз может быть серьезным осложнением и даже смертельным. Кетодиета рассчитана на то, чтобы организм был в кетозе, ограничивал углеводы и получал энергию, сжигая жиры из жировых запасов. Кетотела начинают проходить через барьер между головным мозгом и остальным телом. Мозг должен получать энергию и как раз кетоновые тела ему ее дают. В таком состоянии человек может находиться и жить, и даже худеть. Но если у человека сахарный диабет, не диагностированный, не знает он, что болеет, то случается резкий переход в кетоацидоз и это может привести к гипогликемической коме. Почему, спросите вы? Ведь количество сахара большое и все должно быть нормально. Но это в крови, а в клетке сахара мало, потому что нет инсулина. А инсулин это ключ к клеткам. Он открывает ее и помещает туда глюкозу. Этой глюкозой и питается клетка. Получается состояние диабетиков такое. В крови сахара много, а в клетке нет. И ни у кого нет ключей, чтобы поместить в клетку глюкозу. Чтобы клетка не голодала, она будет сжечь жиры и от этого образуется много кетоновых тел. Вот почему у больных с сахарным диабетом в анализах мочи кетоновые тела. Ацетон, который сам по себе очень токсичный. Больных с сахарным диабетом можно сразу определить по запаху ацетона изо рта. Пейте не менее 2 литров воды. Из некоторых источников сообщают, что кетодиета способствует образованию камней в почках. Ограничение по продуктам приводит к бедности рациона и недостатка в витаминах и минералах. Не забывайте об этом. Это сразу отразится на коже, волосах и ногтях. Свежие исследования, опубликованные в журнале Oxford в мае 2022 года. Исследователи сравнили результаты двух отборочных групп. Первая была на кетодиете, другая на средиземноморской программе питания. После 12 отчетных недель ученые пришли к выводу, что различий в результатах практически нет. Уровень гликированного гемоглобина уменьшился, как и триглицеридов, жиров, но повысился уровень холестерина липопротеидов низкой плотности. Также ограничение углеводов, а именно бобовых, фруктов и цельного зерна снизило в рационе объем питательных веществ. Ссылку на эту статью я прикреплю в описании. Выводы делать вам. Если модно худеть, можно не похудеть никогда. Не поддавайтесь на красивые картинки и обещания снизить вес легко и быстро. На данный момент я помогла более 13 тысячам человек снизить вес и удержать результат. Кто-то осуществил самое заветное желание – стать мамой. Многие уменьшили размер одежды до 46-го – заветной эмочки. А самой главной заслугой считаю, что участники перестали зацикливаться на еде и искать в ней единственное наслаждение в жизни. Оставляйте заявку на программу «Нутрициологика» прямо сейчас. Ссылка сразу под этим видео. Ставьте лайк, если было полезно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить очередное видео. На сегодня у меня все. До скорых встреч!